Как посадят, я сразу скажу эту информацию. Предать, так сказать, этой истории огласку. Что это будет? Снять и забрать себе домой. Почему бы и нет? Все не ясно. Так что пока это всего лишь фантастика. То есть вот реально, в прямом смысле. Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это моя личная точка зрения. На этой неделе три орешка для Золушки. Вернее, три обещания Андрея Назаренко для Кировоградской области. Чиновники ЦПК проигнорили Сергея Кузьменко. Шахтеры выбили из Зеленского деньги. Кропивинскую елку обворовали. И Алена Алена отрастила бороду. Начну, наверное, с предновогодних обещаний Андрея Назаренко для Кировоградской области. Все-таки эта новость более-менее положительная. Итак, в интервью изданию «Дозор» Назаренко рассказал про три инвестиционных проекта для Кировоградщины. И это мне сразу напомнило сказку «Три орешка для Золушки». Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных. Эти три инвестиционных проекта, как в сказке про Золушку, должны превратить, я так понимаю, Кировоградскую область из падчерицы, ну, как минимум, в принцессу. Первый проект – это строительство горнообогатительного комбината по добыче титана. Его разрабатывает предприятие «Велта» в Новомирградском районе. И я надеюсь, что этот проект будет успешнее, чем похожий в Долинское был. Там тоже строили горнообогатительный комбинат. Второй проект – это разработка залежей графита в Петровском районе. Там есть интересы австрийских инвесторов, и там тоже появится обогатительный комбинат. Вернее, он там появится, если австрийцы поймут, что шкурка действительно стоит вычинки. И третий проект – это создание большого сада под Кропивницком площадью в 500 гектаров. Но вот больше информации Андрей Назаренко по саду так и не сказал. Его ответ на вопрос, что это за сад и где его посадят, звучит так. Как посадят, я сразу скажу эту информацию. Ну, ты даешь. Кто его посадит? Ну, думаю, уже будет поздно на самом деле, потому что журналисты и так узнают эту информацию. Ведь просто так посадить 500 гектаров деревьев незаметно практически невозможно. Ну, а пока информации мало, можно только догадываться, что это будет. Может, это как лесопарковое? Тогда нужно заранее продумать, чтобы у этого сада был заповедный статус, и его не раздеребанили, как лесопарковое. А может, это будет как черешневые сады в Мелитополе? Эткий бренд теперь Кировоградщина. Это будет круто, особенно там, например, если это будет яблочный сад. Мне бы, во всяком случае, понравился такой знаковый бизнес для Кировоградской области. Ну, а пока все не ясно. Так что пока это всего лишь фантастика. И да, это интервью Назаренко было итоговым за год. И Андрей Назаренко за свою работу сам себе поставил твердую четверку. Я надеюсь, не по 12-бальной системе. Во всяком случае, мне лично кажется, что вот эти вот полгода Андрея Назаренко явно лучше его предшественника. В Александрии отступающие войска, так сказать, Степана Цепяка Бегут, как крысы с корабля. Применили тактику выжженной земли. Или, вернее, тактику вынесенных цветов. То есть вот реально, в прямом смысле. Кроме того, вот этот вот игнор пошел дальше. Никто не помог новому мэру Александрии разобраться в текущих делах. Я хочу подякувати каждому из заступников, которые работали в попередней владе, которые зашли до міського головы, проинформовали, який стан справ в городе, рассказали, о каких проблемах, рассказали, о том, что нужно решить первичные вопроса. Вам, коллеги, велика вдячность. Это очень хороший прояв толерантности и того, как должна поводиться влада, та, которая приходит на работу и та, которая выборы програли. Мало того, Цепюк повесил на Кузьменко еще и коммунальные долги. В общем, если вы будете когда-нибудь сдавать квартиру Цепюку, знайте, что квартиросъемщик оставляет за собой долги. Что касается самой Александрии, то я оптимистичен в прогнозе о ее судьбе на будущее. Кузьменко – это тот человек, который и раньше смотрел на вещи трезвым взглядом, без самовлюбленных плакатов, доверяясь правам при отсутствии как раз вот этих самых справ. 2021 год будет явно дорогим годом. Сначала прилетел привет с подорожанием тарифа на воду, а тут теперь, значит, еще и крапивницкие маршрутчики взбунтовались. Как пишет сайт «Без купюр», перевозчики жалуются, что из-за ограничения количества пассажиров в карантин они не получают запланированный доход от пассажирских перевозок. Ну, во-первых, наконец-то от самих маршрутчиков прозвучало слово «доход». А то, помню, значит, все время они жалуются, что работают практически в убыток. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. А во-вторых, где же это понимание, какой доход получают перевозчики, если они работают практически без контроля за этим самым доходом? Я напомню, что доходы маршрутчиков могут считать только сами маршрутчики. Никто же не учитывает этих денег, которые передаются из рук пассажиров в руки водителей. Просто билетов же никто не берет. И это прекрасный, неучтенный черный нал. Да, еще и кировоградские маршрутки – это же такие опасные для жизни коробочки на колесах. Их состояние – это просто, ну, притча во языцах. Ну, и, конечно, маршрутчикам совершенно пофиг на ковид. То, как ездят в маршрутках, кропивницких маршрутках, и пассажиры, и водители, то я бы точно не рассчитывал на какой-то реальный доход от перевозок. С таким подходом пассажиров просто будет меньше физически. Коронавирус он такой. Кировоградские шахтеры таки выбили деньги из Зеленского. В прошлом погляде я надеялся, что деньги, их зарплата, так сказать, появится в понедельник, но нет. Шахтеры перекрыли сразу три трассы, и деньги вдруг нашлись, чтобы погасить долги. Ну, вот вопрос, а дальше-то как? То есть шахтеры, получается, будут постоянно раз в три месяца выходить на дороги, так сказать, добывать деньги. Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями… Работать горняки, кстати, начнут уже с нового года. Первый рабочий день будет 4 января. Коротко еще об Александрии. В группе «Александрия онлайн» есть такая себе голосовалка. У пользователей спрашивают, мол, мэр Александрии Сергей Кузьменко у себя на странице спросил у горожан совета относительно назначения нового директора центрального рынка. Ну, главная задача этого директора – сломать налаженную коррупционную систему. В голосовании, значит, в этой голосовалке шесть кандидатов. Это Александр Кияшко, Ирина Анисимова, Юрий Нос, Степан Цапюк, Андрей Хохленко. И вот пока что лидирует как раз Александр Кияшко. У него 800 там щепа голосов. У Анисимова – 425. Ну, голосование, да и голосование, мало ли, таких штук в интернете. Но уже в личку мне прилетело сообщение от некоего пользователя Никиты, который подписан в Фейсбуке как Саймон Рейли. Он обращает внимание, что какая-то часть проголосовавших за Кияшко похожа на московских ботов. И попросил предать, так сказать, этой истории огласку. Я проверил. И действительно, да, среди проголосовавших Александрийцев там есть некто Челимов и Курт. Но вот мне, мое критическое мышление не позволяет обвинить Кияшко в накручивании голосов из Москвы. Потому что, возможно, другой вариант, когда нужно скомпрометировать, например, того же Кияшко, создают заботы в Москве. И они, значит, вдруг голосуют за него. И таким образом появляется накрутка за Кияшко. Поэтому есть факт. Голосовавшие профили из Москвы. А вот с какой целью, это уже отдельная история. И по поводу Александра Кияшко как директора рынка. Слушайте, но не по итогам этой голосовалки на Александрия онлайн Сергей Кузьменко решит, кто будет на этой позиции директор. Это менеджерская позиция. Для того, чтобы заниматься вопросом, нужна стратегия развития. Концепция развития такого предприятия, как рынок. И никакая голосовалка, поверьте, не поможет, если такой концепции Сергей Кузьменко не увидит. Так что хорошо бы голосовать не за людей, кстати, а за концепции. Стратегии развития. Так, есть, оказывается, в Кропивницком настоящая новогодняя традиция. И она, как бы сказать так, ну, не очень хорошая. Каждый год с главной елки области местные жители крадут игрушки. На этот раз засекли двух неполнолетних девчонок. Грустная история, но как с этим бороться? Давайте подумаем. Все-таки игрушки это купленные, они купленные на деньги гаража. Поставить возле елки полицию, ну, возможно. Но тогда, наверное, было бы прикольнее переодеть полицейских в Святого Николая Снегурочка, например. Ну, чтобы как-то так поприятнее было. Второй вариант. Если игрушки цеплять специально, чтобы их можно, например, снять и забрать себе домой. Почему бы и нет? Конечно, игрушек не напастешься. Ну, и третий вариант. Слушайте, есть же вариант сделать игрушки из бумаги. Красивые игрушки из бумаги. Которые могли бы делать дети в школах у Кропивницкого или в садах. И думаю, эти, такие игрушки воровать бы никто не стал. Просто бессмысленно их воровать. Потому что они из бумаги. И у них одна функция украшать эту вот елку. Если у вас есть своя идея, пожалуйста, напишите в комментах. Рэперка из Кировоградщины Алена Алена отрастила бороду. Ну, фигурально. В своей инсте она выставила две фотки. На одной она очень подходит по концепции национальному фестивалю Кропивницкий. Алена, Алена, тут с усами. Ну, а вторая фотка, это таки, да, борода на Алене. Если я был бы снобом, я бы, наверное, стебал с нами дрэперкой. Но нет. Она говорит, что нужно принимать себя такой, какая есть. Отпускать на свободу то, что прятал. Нужно говорить каких-то особых вопросов, не ожидая чьих-то советов или боясь чего-либо осуждений. И я согласен с Аленой Аленой. И поддерживаю ее инициативу. Хотя мне усы и бороду не надо отращивать. И даже фотошопить они у меня и так появляются. На этом все. Лайкайте и комментируйте. И помните, что все изменяются на краще. И главное, будьте здоровы, берегите себя сегодня, завтра и обязательно в следующем году. С наступающими праздниками. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok